Ну, я начну на всякий случай, а вы там звоните пока. Вон, надо уже куда-то двигаться, давайте там. Я все-таки начну что-нибудь писать. Так, коэффициенты Фурье и осцилляция. Ну, в общем, мы будем двигаться в сторону рядов Фурье, преобразования Фурье. Такая, самая-самая такая, как бы, базовая идея всего этого для двух функций. Определить скалярное произведение. Давайте вот так вот скобки и запятая его обозначать. Ф от х на g сопряженная от x dx. Сопряженная здесь написана в том смысле, что функции можно считать принимающими комплектные значения. Это просто будет удобно, там удобно писать формулы в этой науке с использованием комплектных чисел. Поэтому мы сразу скажем, что функции могут принимать комплектные значения. Все наши рассуждения про l1, l2 и так далее. Ну, если там разрешить функциям комплектные значения, то это все остается в силе, потому что можно отдельно действительную часть и отдельно мнимую рассмотреть. Требовать, чтобы действительная была там, например, в l1 и мнимая в l1. И тогда комплектно-значенная функция тоже в l1. Ну и, соответственно, в l2 и так далее. Если написать так, то это удобно. То есть у нас, например, возникает неравенство Каши Баняковского. Что если l2 норма конечного этих функций, да, то тогда у нас возникнет такое вот неравенство. Если l2 норма конечная, то это скалярное произведение действительно определено. И, в общем, пространство l2, какой-нибудь l2, например, напрямой, хотя у нас потом другие l2 тоже будут. Вот, не обязательно напрямой. Но напрямой l2, так сказать, да, это будет пространство со скалярным произведением. Тогда и норма там происходит из скалярного произведения. Ну, хорошо, да, то есть это понятно. Это будет таким основной идеей. Ну, так сказать, следующая основная идея будет пытаться делать что-то типа разложения по базису. То есть тут пространство, конечно, функции явно бесконечно мерное. И поэтому то, что в конечномерной линейной алгебре применялось, может не сработать. Но мы там какие-то... Кое-что сработает, да, на этом, собственно, все и основано. Что все это в каком-то смысле работает, но с некоторыми оговорками. Или там это трудно доказать бывает и так далее. То есть там какие-то будут у нас, соответственно, рассуждения на эту тему. Первое, что мы должны изучить, мы будем использовать, так сказать, опять-таки в качестве базиса мы будем брать какие-то тригонометрические функции. Ну, так они называются тригонометрические, а мы их в комплексном виде будем записывать как E в степени какой-нибудь там. E, Y, X, да, где Y это здесь параметр, да, а функция, функция от X, да, то есть как бы как-то называть, FI Y от X. То есть вот такие вот, например, функции, они уже не V2, кстати, лежат, в общем-то, если мы так на всей прямой рассматриваем. Ну, если мы будем на отрезке рассматривать, то это будет V2, и там все будет более похоже на какую-то линейную алгебру. На прямой там все будет по-другому, на прямой там даже не ряд Fourier преобразования Fourier будет, поэтому там и там не будет никакого базиса в каком-либо смысле разумном, да. Но вот эти функции там есть, тем не менее, хотя они сами не V2. И коэффициент Fourier, ну, такой, пока что мы не знаем, к чему его прилепить, да, но будем его вот так обозначать, C, Y от F, ну, то есть он зависит от функции, еще зависит от числа Y, это будет такое вот выражение. А здесь в степени минусы Y, X, D, X. Ну, до некоторых пор нам вообще будет неважно, что здесь минус стоит, но я начну сразу писать с минусом, как это потом уже будет правильно. Кстати, у меня в конспекте по-другому обозначено. Давайте, C, Y от F это интересно, нас это будет интересовать скорее как функция от Y, поэтому давайте вот так еще это обозначать. F снизу, Y в скобках, да, так, так, наверное, будет лучше все-таки. Это тоже какая-то функция от Y получается. Ну, и давайте изучим, какие, так сказать, без особого труда или там с некоторыми минимальными усилиями можно использовать, то есть можно получить сведения об этом самом коэффициенте Fourier, вот в таком вот виде записанном. Так, ну, что, со звуком там как-то, есть подтверждение извне, что идет, да? Ну, хорошо, тогда продолжаем. Ну, первая лемма будет такая, что... Как какие там самые простые сведения? А, вот такие вот, да, сейчас. Что по модулю этот коэффициент Fourier не превосходит L1 нормы, это будет тривиально. И непрерывно зависит от Y. Это нам не сильно будет, ну, точнее, будет нужно, но потом, ну, давайте сейчас это сформулируем. То есть это такие совершенно простые, ну, не совершенно простые утверждения, но утверждения, скажем так, ну, первое совершенно простое, а второе непосредственно следует из того, что мы когда-то изучали. Ну, в первом утверждении тут все понятно, да, просто оцениваем модуль интеграла. Это экспоненты по модулю единицы, модуль интеграл не больше, чем интеграл модуля. Для комплектнозначных функций это тоже верно, как и для действительнозначных. Ну, а это и есть, собственно, L1 норма. То есть если функция из L1, то, в принципе, мы уже, конечно, утверждаем, что это интеграл... Ну, функция VL1 вообще измерима, выражение по интегралам измеримо и интеграл конечен, да, то есть это неравенство показывает, что конечен, и даже понятно, чем оценивать. Непрерывная зависимость от Y, как это понимать? Ну, в принципе, можно так сказать, что теперь если Y меняется, то что происходит? F от X. То есть Y, если стремится к Y0, то вот это поточечно стремится к F от X, ну, вот с Y0. Если Y стремится к Y0, да, можно написать поточечно, так как в этом семестре мы уже будем... Много разных видов сходимости изучать, поэтому надо писать в каком-то смысле поточечно, да, то есть для всех конкретных X-ов, если мы фиксируем X, меняем Y, Y стремится к Y0, то, ну, действительно, это стремится, потому что это очевидный экспонент и непрерывная функция. Хорошо, поточечно стремится, и какая-то там теорема применяется о сходимости интеграла или бега поточечно. Какая теорема применяется, кто помнит? Помните теорему? Старого семестра нам сейчас придется некоторые сведения восстанавливать. То есть вот надо, да, надо сказать, что все это ограничено. Ну, ограничено так же, как и написано вот строчкой выше. То есть если мы вспомним, что все эти... Так, буквы не забываем, а то не будет ограничено. Что это экспоненты по модулю не больше единицы, точнее, равно единице по модулю всегда, да, то тогда... Кстати, здесь на самом деле равенство даже, да, то есть это что-то... Ну, нам нас интересует не равенство, конечно, сейчас, но вообще это равенство. То есть все это выражение по модулю вообще никак не меняется, да, на самом деле. Поэтому действительно оно все ограничено функцией, которая, как требует теорема обограниченной исходимости, должна иметь конечный интеграл. Ну, я забыл написать это в условиях Леммы. Если f vl1, конечно. А иначе мы не будем рассматривать, да. Если f vl1, то да, то интеграл конечен. Так, меньше, плюс бесконечности, так напишем, да. Ну и все тогда по теореме обограниченной исходимости у нас действительно интеграл тоже сходится. Ну, это Лемма очень такая простая, ну, как простая, простая, там, с учетом того, что мы тут использовали одну важную теорему. А так, а все остальное было просто. И Лемма намекает, что, в общем-то, коэффициенты Fourier, конечно, правильно рассматривать для функции из L1. Потому что, если нет, то тогда что? Тогда мы даже не можем сказать, вообще, существует интеграл или нет. Черт его знает, да, непонятно. И там может возникнуть куча вопросов. Единственное, что у нас будет потом дальше случай, когда с некоторыми оговорками тоже, опять-таки, можно будет сказать, что коэффициент Fourier для функции из L2 может быть тоже определен. Не всегда, но почти всюду. Вот. И это, на самом деле, уже какое-то нетривиальное будет утверждение, которое непосредственно непонятно, почему оно верно, да. Ну, я обращаю ваше внимание, что функция из L2 может не лежать в L1. Например, какая-нибудь функция, которая, ну, здесь она ведет себя прилично, на бесконечности она порядка единицы на x, да. Такая функция, она, ну, если ее просто интегрировать в такую функцию по модулю, например, до того, то разойдется, то есть это бесконечный интеграл. А если интегрировать ее после возведения в квадрат, то он конечный. То есть, поэтому бывают функции из L2, которые не в L1. И вот для функции из L2, хотя я тут, ну, в качестве мотивации, я говорю, что вообще, конечно, функция из L2 нас интересует здесь. Но не так-то просто понять, например, почему для функции из L2 такой интеграл вообще должен существовать. Потому что здесь эта функция, ну, квадраты интегрируем, а без квадрата, может, и нет. Ее умножили на какую-то экспонент. Ну, понятно, что если y равно 0 подставить, будет просто исходная функция, да, и этот интеграл просто разойдется. То есть в какой-то точке мы уже видим, что он точно расходится. В других точках, ну, там это не так просто. Для L2 там есть тоже некоторые соображения. Но дальше, да, там надо будет кое-что объяснить. И там даже, а какой-то, скажем так, конец этого объяснения, это просто была там большая задача, которую десятилетиями люди думали, а потом что-то решили. Вот, поэтому пока что только в L1. Ну, тут есть на самом деле некоторые простые случаи. Если бы это была не вся прямая, а какой-то конечный отрезок, как у нас будет, когда мы ряды фурье будем изучать, там такого эффекта нельзя достичь. На конечном отрезке функция из L2, ну, в силу неравенства какого-нибудь, где вот вместо G мы единичку просто подставим, там, да, вот, Каши Бодняковской. И мы увидим, что ее L1 норма ограничена, L2 норма просто, и все. То есть поэтому на отрезке, на конечном отрезке всякая функция из L2 лежит в L1. И там такого, такой проблем не возникает. Вот, и мы действительно увидим, что на отрезке с функцией L2 там попроще, попроще все получается. Там даже все очень просто получается, на самом деле. Ну, очень просто там, ну, если мы поточно исходим, нас не интересует. Ну, хорошо, то есть я, наверное, как бы обосновал, что, конечно, тут функции из L1, это то, что надо здесь рассматривать. То есть еще одна лема, тоже такая очень простая, простая, но она в доказательстве будет содержать тот прием, которым мы и будем пользоваться потом несколько раз еще. Если, ну, то есть мы хотим, вот про это CF от Y, ну, это как бы новая функция, то есть потом мы ее там с точностью до константы, она будет называться у нас преобразование в Fourier, то есть там, если мы на константы там множим определенную, хотя в некоторых учебниках там на константы недомножается. Это новая функция CF от Y, уже знаем, да, что она непрерывна и ограничена. Следующий вопрос, который мы сейчас уделим некоторое внимание, да, там разные утверждения про это сформулируем. Следующий вопрос, это что происходит, когда Y стремится к бесконечности. Это все называется осцилляцией, осцилляция в том смысле, что под этим интегралом стоит какой-то вот этот множитель экспонента, ну, и вот там он на косинус и синус, на самом деле, раскладывается в действительном смысле. И Y, то есть вот эта частота, которая там стоит в этой экспоненте, она будет, если она увеличивается, 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 то есть эта экспонент быстрее-быстрее колеблется, ну, это называется осцилляцией, да, такое вот ключевое слово здесь, да, И если она колеблется быстрее, то мы хотели бы, и мы докажем на самом деле, что вот этот интеграл будет там все меньше и меньше. Он будет стремиться к нулю. Ну, во-первых, он будет стремиться к нулю, а во-вторых, там у нас какие-то конкретные даже оценки, с какой скоростью он стремится к нулю, будут встречаться. Ну, давайте самую первую, самую тривиальную оценку, так сказать, сделаем. Если, например, функция, какая у нас там функция? Ну, какая-нибудь хорошая. Я вообще напишу здесь пока что. Бесконечно гладкая, с компактным носителем. Ну, с компактным носителем напрямую. То ее коэффициент этот стремится к нулю. Ну, можно даже сказать, там, нам не жалко, когда быстрее любой степени, там, y в степени минус ката. Он стремится к нулю, причем очень быстро, быстрее любой степени y. Доказательства. Это самый тривиальный случай. Но, тем не менее, прием, сейчас мы сделаем этот прием, и, в общем-то, чуть-чуть более хитрый вариант этого приема нам потом пригодится и дальше. Ну, посмотрим вот на такое выражение. Сейчас я его перепишу. И просто по частям его проинтегрируем. Так как функции у нас можно дифференцировать, то мы будем ее дифференцировать, а экспоненты будем интегрировать. То есть подготовим к интегрированию по частям это. На дифференциал экспоненту затянем. На что там? На минус и y. Ну, такая формула там. Посмотрим сейчас, что из нее вылезет. Ну и пишем дальше, как положено в интегрировании по частям. Такое вот слагаемое будет. И еще будет слагаемое... Что там у нас? Y здесь как бы параметр, да, поэтому его вынесем. На и y. f' от x. А есть и минус y от x. Так, вот такая будет формула. И у нас такие формулы еще будут возникать по разным поводам. Такие или похожие. Ну, в данной ситуации, в данном случае, мы вообще сказали, что функции с компактным носителем, поэтому вот это вот на бесконечности, и даже в конечных точках близких бесконечностей, это уже 0 будет, да, вот здесь. Здесь все просто. Там будут другие случаи, где это будет не так просто, но тоже с этим слагаемым можно будет разобраться. Хорошо, а что такое здесь оказалось? Ну, это просто единица на и y на коэффициент фурия, но уже для производной этой функции, а не для функции. Ну, здесь у нас функция бесконечно гладкая, поэтому ее производная такая же функция, как она, поэтому там тоже все определено, компактно-носительно. То есть, когда мы переходим к производной, точнее, наоборот, если мы у исходной функции выражаем коэффициент фурия через коэффициент фурия производной, то в той ситуации, когда вот это вот, ну, когда работает интегрирование по частям, то есть дальше мы будем обобщать это у нас, мы там будем в обобщенном смысле интегрировать по частям, как мы делали для абсолютно непрерывных функций, там, и так далее, которые можно почти всюду дифференцировать. Вот, и вот это слагаемое тоже мы там с ним будем другим способом бороться, если там не будет условия, что компактный носитель. И, в общем, да, в большинстве случаев будет получаться вот такая формула, что это просто коэффициент фурия производной разделить на и и y. Ну, иногда вот это слагаемое, кстати, там-таки будет вылезать, но это тоже будет интересно, но не сейчас, это будет потом. Ну и хорошо, то есть тогда мы можем... А коэффициенты фурия по предыдущей лиме, они все ограничены, да, то есть поэтому это можно сказать, что это уже у большой от единицы на y. Мы можем еще там сколько угодно раз так сделать, да, мы можем написать так же, что это равно единице на вот эту вот степень k, на коэффициент фурия k от и производной от y. Ну, это уже будет у большой от единицы на y в k. Для любого k натурального это будет работать. Да, то есть для таких функций у нас мы этот трюк можем продолжать бесконечно, да, и поэтому мы можем утверждать, что коэффициент фурия вообще вот оценивается вот так. Хорошо, это уже хорошо. Сейчас мы вернемся теперь к функциям, к нехорошим функциям, к функциям всего лишь v1, и докажем такую, ну, теорему, назовем это теорема. Ну, хотя она, как мы увидим сейчас, среди всех этих лем не сильно выделяется, но это такая называется теорема Риммана об ассилляции. У нее есть имя собственное. Значит, теорема Риммана об ассилляции, вот что нам говорит. Она говорит, что если у нас функция теперь, ну, такая, как я уже сказал, максимально плохая, из того, что мы согласны рассматривать, то есть v1, возможно, комплексно значено, это неважно здесь, функция v1, тогда коэффициент фурия стремится к нулю при y стремящемся к бесконечности. Ну, то есть, может, он не так быстро стремится, как в этой теореме, но все-таки тоже стремится. Давайте это докажем. То есть, доказать это уже не очень сложно. Ну, после всего, что мы изучили. Мы просто приблизим функцию f, функцию g, для которой вот эта лема сработает. У нас была такая теорема, так как, да, это было еще в том семестре записано, где-то там эта лекция, она вроде в порядке, она где-то там на ютубе есть, то ли ее прицепили к концу прошлого семестра, хотя я просил прицепить к началу этого. Но я не знаю, там у вас, кто там рулит этим процессом. Неизвестно. Надо будет прицепить как-нибудь по мере возможностей. Вот. Там было доказано такое утверждение, что вот эти вот функции, бесконечно гладкие с компактным носителем, они, конечно, с одной стороны очень хорошие, а с другой стороны любую функцию в пространстве L1 можно такими приблизить, ну, с точки зрения нормы L1, в среднем, то есть. Давайте тогда возьмем теперь эпсилон больше нуля какой-нибудь и найдем G, там бесконечно гладкую, с компактным носителем, я так напишу, да. Я не знаю, у нас такого значения не было, конкретно такого, но я думаю, понятно, что это. G эпсилон, она будет зависеть от эпсилон, да. Ну, такую, что L1 норма меньше, скажем, эпсилон. Хорошо. Что тогда? Тогда коэффициент фурии для F минус коэффициент фурии для этого же эпсилон. Разница в коэффициенте фурии, тогда как она будет? Ну, по сути, такое же, что я делаю. Здесь Y, а здесь G эпсилон. Ну, по сути, коэффициент фурии, он от функции зависит линейно, да. Если интеграл существует, то тогда мы можем написать вот так. Вот, что немаловажно. Это линейное преобразование, как бы, да, в каком-то смысле. И что тогда? Ну, тогда понятно, что если здесь функция, так, я забыл, L1 норма, у которой меньше эпсилон, то мы применяем лему, которая была вот здесь. Вообще, это коэффициент фурии не больше, чем L1 норма. То есть, меньше эпсилон. То есть, вообще, коэффициент фурии для F исходной, вот эта нехорошая функция, и же эпсилон очень хорошая функция. Они отличаются всего лишь, то есть, максимум на эпсилон, даже строго меньше, чем на эпсилон, вообще везде, в любой точке. Это хорошо. Кроме того, мы знаем по вот этой лемме, что вот такой коэффициент фурии стремится к нулю при у стремящемся к бесконечности. Ну, и дальше такое стандартное рассуждение, которое, ну, здесь, может быть, мы его сейчас как-то подробно проработаем, а дальше мы будем это считать все очевидным уже. Хорошо. Так, для этой функции стремится к нулю, а эта функция от исходной отличается менее, чем на эпсилон. Следовательно, можно сказать так, что верхний предел при у стремящемся к бесконечности, коэффициент фурии F от Y там, по модулю, да, не больше, чем эпсилон, уж всяко, да. Не знаем, там существует, предел не существует, просто пишем верхний предел, если мы не знаем. Понятно, что если F, то есть вот эта вот вещь отличается от вещи, которые стремятся к нулю, меньше, чем на эпсилон, то там какие-то частичные какой-нибудь там пределы, там все равно больше эпсилон никак не может быть. Вот. Ну и все. А теперь вспоминаем, что это верно для любого эпсилон большего нуля. Вот. И отсюда что следует? Знаете, что просто этот верхний предел просто равен нулю? Ну и отсюда следует, что просто предел равен нулю. Уже без слова верхний. Ну тут, конечно, там используется теорема о единственном частичном пределе, который у нас была в первом семестре, но и надеюсь, что сейчас либо все хорошо это знают, либо уже в это поверили окончательно. То есть дальше такие трюки мы будем периодически проводить. Ну вот так вот мы доказали теорему риму на бастилляции. Есть, в принципе, другие способы. Если вспомнить, как мы доказывали приближение бесконечно гладкой функции с компактным носителем, то там в промежутке, то есть перед этим, так сказать, мы приближали ступенчатой функции. Причем элементарно ступенчатой. Это тоже годится, в общем, в качестве упражнения. И в других учебниках так написано. Не в моем конспекте, но в других учебниках так часто пишут. То есть можно в качестве упражнения доказать эту теорему, приближая не такими вот супер хорошими функциями, а элементарно ступенчатыми. Для элементарно ступенчатой функции вы вот эти вот интегралы, коэффициент Фурие, вы можете просто в явном виде посчитать и убедиться, что на самом деле для элементарно ступенчатой он является O большой от единицы на Y. То есть вот такая вот. Это, кстати, O большой. O большой от единицы на Y. Вот такая оценка там будет сразу. Ну и сейчас мы про этого большой от единицы на Y поговорим. Точнее мы сначала поговорим о том, как нам обобщить вот этот вот фокус с интегрированием по частям. То есть применить теорему Рима на обысцеляции, но после некоторого интегрирования по частям. Сейчас я тоже объясню, как это правильно делать и аккуратно. А потом про функции вот типа элементарно ступенчатых мы тоже поговорим, используя понятие функции ограниченной вариации. Так, ну теперь такое, да, то есть это может я зря стер, но ладно. Стер так стер. В принципе, такое типичное рассуждение, сейчас я его сформулирую, главное его правильно сформулировать, а доказать его не очень трудно. Следствие теоремы Рима на обысцеляции такое, то есть давайте допустим, мы у каких-то функций хотим все-таки более точно изучать. Это будет не очень точно, но все-таки это будет как-то уже, хоть как-то изучать порядок убывания коэффициента Фурье. И первое, что мы можем сделать это на основе теоремы Рима на обысцеляции, сделать такое следствие. Если Ф до ФК минус первой, это производные, имею в виду, да, К это номер каких-то производных, абсолютно интегрируемые, точнее, да, абсолютно интегрируемые, в том смысле, что лежат в Ль-1. Так, если коротко написать. Здесь я имею в виду, что производные мы берем, ну, в обычном смысле, берем производные, все, и она существует, и она лежит в Ль-1. Ну, да, то есть, как бы, просто в обычном смысле, без всяких странностей. Но не только. Я еще буду требовать, чтобы та, которая последняя из них, ФК-1, была абсолютно непрерывна. Абсолютно непрерывна и абсолютно интегрируемые, это разные вещи. Абсолютно непрерывна, это то, что мы изучали до этого. И это означает, что эту функцию можно еще раз продеференцировать. Абсолютно непрерывна, ну, и, соответственно, ФК-1 тоже будет ВЛь-1. Ну, не то, чтобы соответственно. Сейчас. но там есть тонкость, у нас была абсолютно непрерывна, что на отрезке, да, это, это, эту вещь можно продеференцировать и получить вот это, и локально там на отрезке оно будет ВЛь-1, но глобально еще нет. Поэтому мы отдельно это требуем, мы пишем, что ФК-2 тоже должно быть ВЛь-1. То есть мы, короче, собираемся дифференцировать функцию К раз, но последний раз мы разрешим дифференцировать в каком-то вот самом общем смысле, который мы знаем, да, а именно мы потребуем, ну, пусть это будет локаль, когда я буду говорить абсолютно непрерывность, я буду иметь локально абсолютно непрерывность. Абсолютно непрерывная функция вот эта была, а ее производная, она будет уже существовать тогда почти всюду, как мы доказали. И там формула Ньютона-Лебница будет верна, то есть первообразную вот эту функцию можно будет восстановить из производной с помощью интеграла. То есть это важно, да, что вот, ну, это важно не только это, но это тоже важно. То есть вот такие требования. В общем, функцию мы дифференцируем несколько раз в таком вот обобщенном смысле. Ну, реально, обобщенный смысл там будет только на последнем шаге важен, да, до этого там она будет дифференцируема в обычном смысле. Вот просто-напросто. Там непрерывные, все эти функции будут непрерывные, да, кроме последней, может быть, да, поэтому там дифференцируемость будет в обычном смысле в любом случае. И все вот эти функции, там, сама функция, производная камень с первой и и к ты тоже на самом деле да все должны лежать в l1 все должны быть абсолютно непрерывно значит тогда что тогда я утверждаю тогда утверждаю что костям фурия этой функции это о маленькая единица на y в карта значит и но хотят написано что это следствие но она не такой прям прямолинейное поэтому мы должны написать доказательство для него доказательство будет такое мы опять таки будем интегрировать по частям и я опять напишу один шаг этого интегрирования по крайней мере и давайте что-то у нас был у нас было вот такое такая комбинация так и дальше там с плюсиком вроде было короче здесь уже коэффициент фурии до производной вот наша основная формула 2 раз и выписываю я стер ее уже тут мы более внимательно уже должны посмотреть что происходит у нас здесь ну про первый слагаем я тоже ничего не утверждаю никакого компактного носителя здесь нету поэтому нам нужно с ним разбираться по-честному но это не трудно значит в наших предположениях мы такую формулу будем применять тогда когда производная существует хотя бы в обобщенном смысле да то есть когда функция f абсолютно непрерывно у нее есть производная почти всюду и интегрируя это производную мы можем получить функцию f мы доказывали уже что в такой ситуации можно действительно писать вот эта формула ты же не по частям где вместо нашей вот функции может быть не очень хорошие там еще экспонент оставить с ней вместе до умножается на экспоненту там умножение абсолютно непрерывной функции на экспоненту сохраняет абсолютно непрерывность и поэтому там все работает то есть такая формула верно даже в обобщенном случае но нам хочется избавиться от первого слагаемого мы хотим доказать что это 0 ну что тут можно сказать но можно сказать что у нас f от x если она у нас абсолютно непрерывная дата она выражается как интеграл свои производные там от 0 до x так она выражается да ну то есть просто это то ради чего мы вообще придумали понять абсолютно непрерывности вот этого дифференцирования почти всюду чтобы была такая форма так ну и что такое а сама по себе производные да то есть смотрим на условия леммы все эти производные которые возникают мы требуем чтобы они были абсолютно интегрируемые то есть в l1 то есть этот играл абсолютно сходится даже не для конечной на конечном отрезке но если их будет бесконечно стремится то это тоже будет все сходиться причем абсолютно то есть это означает что так как а штрих в l1 то отсюда следует что существует пределы f от x при к стремящихся к без конечность то есть пределы на бесконечности уж точно существуют у функции f от x и здесь соответственно вспомнить что функция f от x сама находится в l1 ну и что значит то есть это уже просто непрерывная функция потому что абсолютно непрерывная в частности значит непрерывная непрерывная функция у нее есть конечные пределы на бесконечности и какие должны быть пределы чтобы функция в l1 оказалось только нулевые могут быть то есть она стремится не к нулю какому-то ненулевому числу тогда интеграл то мне уже будет бесконечно плюсом или с минусом ну или с комплект назначенной функцией то то же самое то есть если еще вспомню что сама функция в l1 то тогда отсюда следует что на самом деле эти пределы просто нули это все нулевые пределы то есть тут такое вот некоторое применение вот условия этого следствия да что на самом деле производная в l1 глобально на всей прямой и функция в l1 глобально на всей прямой то есть если локально то локально там чего угодно может быть локально это может не исчезнуть и мы мы увидим у нас будет варианты рядов и там эта вещь может и не исчезнуть мы будем отдельно и обрабатывать причина она приличная функция исчезнет а для не очень приличная не исчезнет ну хорошо да но здесь все исчезло да то есть вот это первое слагаемое действительно оказалось 0 и тогда мы можем все-таки написать формулу и поделить на и y вот ну и мы можем сделать это несколько раз а можно один раз а можно как в нашей вот условия сказано пока мы можем это делать у нас получается вот такая вот формула допустим карус могли это сделать далее мы применяем еще один раз теорему или лему лему теорема риммана об исцелляции который утверждает что катая производная сама по себе тоже в l1 поэтому у нее вот эта вещь стремится к нулю ну и то есть это по определению о маленькая от единицы на грех степени к ну вот тоже очень не очень но дадут довольно полезное следствие я бы так сказал сейчас мы его будем уточнять что почему мы его будем уточнять потому что у нас задание есть задача найти порядок убывания коэффициента фурье некоторые даже не на этом я на семинаре уже на той неделе разбирал то есть немного пришлось забирать вперед у кого-то может еще будут разбираться семинары там нормально идут там онлайн все было там в общем уже наверное но тем не менее сейчас мы докажем требуемые факты для того чтобы разбираться с тем что там на семинарах происходит для этого нам нужно что меня беспокоит да что что плохо в этом следствии по моему мнению до что у маленькая непонятно насколько она маленькая это быстрее убывая чем вот это но насколько быстрее мы пока не понимаем ну ты кстати в некоторых случаях это на этот вопрос не просто ответить вообще но мы сейчас рассмотрим некоторые такие ситуации которые довольно типовые они сильно бывают и там на этот вопрос можно ответить то есть lemma такая lemma которая пока без всяких там катых производных такая вот непосредственно она так будет звучать если функция у нас абсолютно интегрируема и и что она там делает эта функция и имеет ограниченная вариация часы уточню как там формулирована у меня ну тогда ограниченную вариацию на на всей прямой то и и коэффициент фурии вот этот это будет о большое от единицы на y при игре к стремящимся к бесконечности то здесь вот такая будет оценка и в общем то можно придумать примеры там просто просто придумать пример функции который имеет разрыв и у которой оценка такая достигается если вы там явно виде посчитаете ну сейчас я не буду забегать вперед я потом какие-то примерчики можно рисую то есть действительно можно увидеть что это lemma уже оптимально то есть больше чем вот это доказать нельзя в таких предположениях но требуется ограниченная вариация то есть не просто воли 1 функция почти функциями это ограниченная вариация как мы изучали она значит не то чтобы совсем непрерывно но у нее не более чем счетное количество разрывов и там в сумме сумма скачков у них тоже конечно я должна быть вот в остальном она непрерывно но еще и еще не забываем что она конечно абсолютно интегрируем и должно давайте доказательства произведем вот так как функция в l1 сама по себе точнее в l1 или один это глобальный вопрос да то есть функция ограниченной вариации на конечном отрезке но это что-то типа почти что непрерывно и да и там она конечно же интегрируем да то есть это не вопрос глобально вот это l1 это мы потом посмотрим то сказать что это будет означать давайте сначала на конечном отрезке рассмотрим интеграл от а до б а потом будем отрезок увеличивать и смотреть чтобы наша оценка не зависела на самом деле от отрезка от а до б мы интегрируем нашу функцию на вот это экспонент а равно что здесь удобно сделать что что вообще единственное что мы умеем делать функции на ограниченной вариации это раскладывать их возрастающую и убывающую в принципе это можно сделать было бы и глобально на всей прямой но ну давайте будем считать что там вторая теорема среди мы ее только на отрезке изучали поэтому на отрезке пока это сделаем вот так или иначе это даже не на 3 не обязательно на отрезке да то есть у нас f от x это функция которая возрастает функция которая убывает демона тонна функция причем в принципе доказательства мы посмотрим то мы можем заметить что это даже не на отрезке можно разложить вообще на всей прямой и возрастающая функция будет возрастать у нее придел не за скалисте будет ноль потом она будет отрас aik а убывающая что-то не будет тоже какой-то конечный предел минус бесконечности на под она будет убывать на самом деле все эти пределы бесконечностей будет равны нулю потому что функция в эле 1 вот но не важно да то есть то есть я имею ввиду то что вот эти и д можно считать что они не зависит вообще от выбора отрезка на самом деле ну даже если зависит там не сильно страшно такая вот функция такое выражение такое выражение но теперь функция у отрастает до бывает и там это можно применить вторую теорему среднем это будет такой вот типичный вариант когда мы применяем вот это че там есть если минус игрек xdx чем тут явный кит формулу напишем так а плюс 0 б минус давайте это тоже напишем так это там уже было это там фи какой-то другое число вторая строчка на сам перед первой ничем не отличается кроме замены у на дну и тета на фи но это давайте напишем один раз скажем так мы напишем это все-таки по честному полностью а потом может быть мы будем уже все это проскакивать так сказать быстро так ну и что ну на осталось только интеграла взять экспоненты которые в общем-то берутся просто экспонента делится на минус и y и возникает там изменение экспонента на каком-то отрезке да то есть не хочется наверно не хотелось бы это совсем уж явно писать дате по модулю напишу по модулю все это будет и давайте просто оценим от ним не будем там супер явно все это писать модуль вот такого выражения ну окей и модуль интеграла но и числе или будет экспонента разных экспонентов не больше чем двойка а тут будет ну модуль игрек просто модуль и это единичками и далее еще куча таких же слагаем в минус 0 на 2 на модуль игрек так еще вот это d по плюс 0 на 2 на модуль игрек я тут не стремлюсь к оптимальности хотя там еще прошлый раз я упоминал в качестве упражнения что там есть некоторые оптимальные неравенства которые можно в этой в таких предположениях выписать но нам и такое сойдет так вот такая вот оценка двойки двойки модуль игрек снизу модуль игрек снизу это то что нам нужно хотим как раз чтобы было вот так а вот эти числа что это такое у у д д там это все но если мы вспомним как мы доказывали или вспомним деказы вспоминать наверное уже поздно но вспомним что вариация f на отрезке это будет вариация функции у плюс вариация функции д да то есть мы специально там подбирали функции у и д так чтобы у них в сумме вариации были равны вариации f и что еще там можно сказать ну еще мы их там подбирали если мы на отрезке подбирали то мы на самом деле их подбирали так чтобы вот на левом конце отрезка был 0 а на правом собственно была вариация это то есть ну я имею ввиду константа нам какую-то мы точнее константа какая-то могла возникнуть данную константа что такое за констант это значение функции f которые функция ограниченной вариации она просто ограничена на самом деле да то есть это все чем-то ограничено в частности значение у там после значения для тожи чем-то ограничены независимо от резко которым выбирали по сути это все ограничено значениями f который тоже готово кабыльной и вряди в которые тоже глобально ограничены поэтому все это чем-то ограничено но Ну и, значит, это все ограничено от этой константы m. И много там двоек набежало. 8m на модуль y. Ну и все. Это и есть конкретная константа, деленная на модуль y, что нам и хотелось. В этой лемме именно это и требовалось. Ну, такая вот лемма. Такого сорта рассуждений у нас еще будут возникать. Это не последний раз. Где мы будем применять вторую теорему о среднем для того, чтобы разобраться. Какой-то с осцилляцией для функции ограниченной вариации. И там всегда будет такая оценка выскакивать. Что можно сказать про эту лему? Ну, в принципе, она довольно оптимальная. Если вы даете какую-нибудь такую для удобства, чтобы там формула красивее получалась, можно рассмотреть такую вот разрывную функцию. Если f вот такая вот функция, да, то есть это я так. Примерчик какой-то рисую. Для такой функции, ну, как она там, какой разрыв там, не важно. Не так важно, на самом деле. Это функция ограниченной вариации. Ну, потому что она сначала скакнула из нуля в единицу, а потом из единицы в ноль. И вариация 2 у нее в сумме. Набежала. И она в l1, очевидно, да, конечно, в l1 же. Потому что она имеет компактный носитель, ограниченный просто. И можно просто ее коэффициент фурье посчитать. Там получится интеграл. Ну, вот такого типа интеграл только от минус единицы до единицы. И конкретно этот интеграл просто очень легко будет оценить. Точнее, не оценить, а написать явную формулу. Увидеть, что он, во-первых, o большой от единицы на y, но o большой ни на что заменить нельзя. Да, то есть это в качестве упражнения можно проверить, что для такой функции эта оценка достигается. Гораздо менее тривиальное упражнение, которое там у нас написано в качестве задачи. Какой-то где это? Еще до нее не дошло дело, да? Посмотрим. В один момент. А потом там она дальше будет. Задача. Ну, в общем, можно на самом деле привести пример. Там это для ряда фурье просто, но это не так важно. Можно привести пример непрерывной даже функции, для которой эту оценку нельзя улучшить. Но это будет нетривиальная функция, нетривиальная. То есть для которой действительно тоже будет. То есть разрыв никаких не будет. Здесь можно сказать, что из-за разрывов возникли вот такие. Такая оценка. Но это для непрерывной функции тоже может произойти. Ну вот. Это такое утверждение. Ну и в качестве следствия. Вот такое будет следствие, которое для нас... Ну, в общем, для решения не то, чтобы всех, конечно, но многих задач заданий. Это будет оптимально возможное утверждение. Которое вот о чем говорит. Пусть у нас функция f до fk, ты валя 1. Причем в каком смысле? Ну, в том смысле, что fk минус 1 абсолютно непрерывно. И, скажем так, вот это fk, ты таким образом определена почти все. Да, в таком смысле. И что еще надо потребовать? И мы потребуем. И пусть... Сейчас, отребовали это вообще? Да, требовали. Хорошо. И пусть у нас вот последнее fk, ты... Ну, еще так аккуратно можем написать в скобочках после изменения на множестве меры 0. Ну, потому что, черт его знает, какая-то разрывная функция. Когда мы брали производную, мы ее брали еще почти всюду. Да, если мы... В каких-то точках, может быть, вообще бесконечная какая-нибудь производная, там что-то непонятное может происходить. Если мы... Вот все такое мы выкинем, так сказать, все, где было плохо. То есть, на множестве какой-то меры 0 мы все это модифицируем. Если возможно будет модифицировать так, чтобы эта функция стала ограниченной вариацией. Ну, и тогда... Давайте напишем, если в начале, а в конце напишем тогда. Коэффициент Fourier для функции f. Это уже будет O. Отчего? Ну, вот тут, если мы ни разу не дифференцировали, то было большое от единицы на Y. А если мы сколько-то раз продифференцировали, то на Y в степени K плюс 1. Вот такая будет формула. Ну, деказательство я уже не буду выписывать. Оно основано на том, что мы опять замечаем, что в таких предположениях, когда все у нас в L1, а последнюю производную мы, может быть, берем в обобщенном смысле даже. Да, тогда эта формула имеет место. Вот эта слагаемая, опять-таки, куда-то растворяется, так сказать, да, и просто-напросто доказывается вот такое следствие. Вот это, в общем-то, очень полезное утверждение. В общем, подавляющее быстрое задание решается так. Сейчас, где тут у нас задачи? Ну, там, да, потом они будут задачи. Еще одно утверждение, которое нам понадобится для... То есть, скажем, для решения задач задания, вот это вот самое правильное. Я бы так сказал. Там еще, конечно, мы сейчас формулируем его модификацию для... Тут у нас как бы коэффициент фури мы по прямой интегрировали, а там по отрезку. Это будет коэффициент фури на отрезке для 2пи-периодических функций. Я просто сейчас скажу, там тоже. Там будет своя немножечко тема, так сказать, да там. Но там мы сформулируем аналогичное утверждение, и оно тоже будет оптимальным, в общем-то. Так, еще одно утверждение, которое нам пока сразу может быть непонятно, зачем нужно. Это... Давайте перерыв сделаем лучше, а потом я буду делать утверждение о том, что мы давно сидим и живем. Ну, 5 минут перерыв, а потом продолжим. Так, чтобы времени не тратить ответ. То есть, лемма равномерная осцилляция. Такой еще вариант нам нужен будет, когда мы будем изучать равномерную исходимость ряда фурье, интеграла фурье. То есть, там надо будет по некоторым интегралам сказать, что не просто стремится к нулю, а стремится в некотором смысле равномерно. Сейчас я объясню, в каком. Если F1, V1, R, то интегралы... Вот такие интегралы, как мы сейчас видели, такие интегралы, они типично возникают после применения второй теоремы о среднем. По какому-то отрезку мы интегрируем в какую-то функцию. Такая F от X, TX от A до B. Так, это еще не все. Неправильно написал. Сейчас я поправлю. Это, конечно, интересно, но не очень интересно вот это, конечно. Такие вот интегралы. То есть, как в коэффициенте фурье, только по какому-то отрезку, конечно. Такие интегралы, на самом деле, стремятся к нулю при Y, стремящемся к бесконечности, равномерно по A и B. То есть, на самом деле, чему там A и B равны при этом, неважно. Все это равномерно стремится. Доказательства. Ну, доказательства звучит так. Мы знаем, что интеграл вообще в целом конечный. Даже модуль интеграл. Вот какое-то конечное число. И значит, мы можем, ну, взяв какой-то эпизон больше нуля, мы можем разбить нашу прямую на сколько-то частей, может быть очень много, но так, чтобы на каждой из этих частей интеграл был меньше текстов. Ну, просто двигаем, например, какое-то первое число до тех пор, пока интеграл уже непрерывно зависит от предела. И ты играл к низу бесконечности до какого-то числа, допустим, ну, пока он не станет равным Y. Потом второе число выбираем, двигаем сюда, пока вот здесь не наберется Y. Ну, и так далее. Так как это все непрерывно, то так оно работает. То есть, существуют какие-то X1, XN. Давайте вот так вот их напишем. Ну, такие, что всякий там интеграл от минус бесконечности до X1, модулев от X до X, и так далее. Всяческие интегралы от X и минус 1 до X этого. Так, что, может быть, было много модулей. Странный фон. Это не нужно. Это не нужно. Ну, и в конце будет стоять интеграл в последней точке до уже плюс бесконечности. То есть, чтобы все они были меньше X. Ну, так можно сделать. Теперь вот интеграл по такому какому-то отрезку мы будем сравнивать с одним из интегралов по... Ну, во-первых, равномерно по A и B. Что это значит? Ну, в общем, если это интерпретируется правильно, расшифровать, я не буду в глубины вдаваться, мы должны что делать? Мы должны рассмотреть последовательность YN, которая стремится к бесконечности, и АНТ и БНТ, которые как угодно молотаются. И мы должны доказать, что такой вот интеграл, где здесь АНТ, БНТ, YНТ, он все равно будет сравниться к нулю. Какие БНТ и БНТ мы не выберем. Хорошо. Значит, для АНТ и БНТ выберем какой-нибудь ближайший, так сказать, в нашем этом разбиение X какой-то там, как его, ИНТ, ИНТ, ШТРИХ ИНТ, не знаю, как это назвать, как это правильно назвать, ИНТ, 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 вот так надо правильно назвать. То есть, среди вот этих конечного набора X-ов мы для АНТ и ВНТ выберем ближайший. Тогда мы можем сразу написать, что интеграл от АНТ и БНТ, чего там, то, что нас интересует уже, F от X, а есть и минус YНТXDX, отличается от интеграл того же самого по вот этим вот, от одного X до другого X, менее чем на сколько. Ну, когда мы АНТ заменяли на X и НТ, АБ, то мы, то есть мы, то, что мы взяли интеграл-то выражение по какому-то отрезку, который есть под отрезок одного из вот этих. А там, если по модулю все будет меньше X, значит, это будет меньше X, он при замене вот этого на вот это меняет интеграл менее чем на X. И вот это аналогично менее чем на Epsilon. И можно так сказать, да, что такая вот имеет место оценка. То есть интеграл произвольного до произвольного B отличается от интеграл от X из нашего списка до другого X из нашего списка, меньше чем на 2. Ну хорошо, а вот этих вот интегралов таких вот интегралов их вообще конечное число. Ну там, для разных и N, и G, и G можем разные выбирать, но в принципе все в конечном числе у нас есть, потому что их там для тебя большое я напишу. Четвертый. Плохо написал это. Их N большое всего, но это N большое у нас зависит от Epsilon, но больше ничего не зависит. Это фиксированное число пока что. И всевозможные таких вот интегралов их вообще всевозможные интегралы в конечное число. И каждое из них по линии обычная линия обоцелляция без всякой равномерности. То есть, когда мы интегрируем по такому отрезку, это значит, что мы нашу функцию на этом отрезке оставили, за пределами этого отрезка обнулили и интегрируем как бы по всей прямой. Можно так это понимать. Тогда применима теорема обоцелляции, которая говорит, что ну, тогда все они стремятся к нулю. Если у нас Y стремится к бесконечности, да? Вот это там стоит E в степени минус Y N, не забываем. Все они стремятся к нулю, когда Y стремится к бесконечности. Ну и что отсюда следует? отсюда следует, как обычно верхний предел этого интегратора по модулю давайте напишем. Меньше или равен E, опять-таки. Вот. Так, ну, вот это вот Epsilon мы на самом деле могли выбирать после того, как мы получили на вход в последствии сегрекэнтах, в последствии сегрекэнтах, в последствии сегрекэнтах, в последствии сегрекэнтах. Я немножко не в самом порядке, но на самом деле после этого у нас было выбрать Epsilon, после этого выбрать раздлияние и получить такой вот не нравится. То есть это у нас любое, не зависит от этих параметров. Ну и следовательно просто распредел как уже было, да? один раз сегодня. Просто напросто равен. нулю. Ну, такая вот техническая гемма, некоторый момент она нам понадобится. Что-то там еще. Давайте посмотрим на модификации этих рассуждений, которые применимы отрезки. Отрез мы будем в рядах фурье сейчас уже начнем говорить о рядах фурье более конкретно. Будем рассматривать 2П периодические функции. фурье то есть фурье это всегда фурье фурье 2П периодических функций. Ну, если функция 2П периодическая, то мало вероятно, что инстеграл будет сконечен, потому что на каждом периоде один интеграл и сумма скорее всего если это не ноль, то там сумма и не сконечен пишет. Поэтому, конечно, мы их не будем интегрировать на всей прямой. Мы будем 2П периодических функций писать, что скалярное произведение это интеграл. По периоду мы будем выбирать в качестве периода отрезок от минус пида для определенности. Интеграл периоду будем рассматривать всегда. И даже конкретно будем писать от минус пида пида есть формулы конечно это все можно обобщить на отрезок на периодичные не 2П периодичные сколько угодно периодичность на любой период соответственно отрезок будет от минус половины периода до плюс половины периода или можно от нуля до периода есть разные формулы и по большей части заданий будут рассматриваться я на лекции не буду упоминать я скажу что очевидно все это можно промасштабировать и писать формулы для любого отрезка но мы будем такую писать потому что такого удобнее всего эти экспоненты рассматривать в чем идея на таком отрезке всякая экспонента есть степени и nx где натуральное число ну это вот такая функция легальная в льва в льва на этом отрезке ну и вообще здесь функция в целом образует l2 на отрезке ну когда мы так говорим что здесь нет 2-ти периодически но мы считаем что как только нам так это дано мы ее 2-ти периодически будем продолжать если мы хотим ее там в каких-то формулах использовать все всегда считается 2-ти периодически продолжено в этой науке хорошо вот эти вот экспоненты что про них известно ну первое что про них известно что они попарно ортогональны они 2-ти периодически все во первых да это несложно но это важно и вот это скалярное произведение если мы рассмотрим то это будет что интеграл минус пи до пи е в степени это будет на самом деле если если н равно то это будет интеграл единицы это будет 2-ти а если н равно то это будет интеграл экспоненты какой-то не тривиальный по ее периоду то есть это будет 2-ти на дельта то есть эта система функций на отрезке от минуски до пи или функции рассматриваемых 2-ти периодически она ортогональна ну они не нормированы у них у каждой из них нормы 2-ти но мы будем дальше не будем их нормировать потому что только форму вот такие вот функции и на отрезке более понятно к чему мы стремимся на отрезке становится понятно что такое эндикоэффициент фурии мы будем так его обозначать это здесь так это будет реально вещь это все легально будет иметь такой ну это частный случай того что было до этого обсуждалось потому что если функция ну тут уже не два периодически допустим нулём ее продолжили до всей прямой да это будет частный случай того что было число n то что n целое но хорошо что оно целое кстати говоря натуральное это не любое целое годится это важно что здесь все цены не чеголятся иначе боясь не положить n это целое число а там не обязательно целое то есть ответственно ты говорим а там по всей прямой ну если то 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 какие проблемы можно считать это часто в случае того что было но здесь можно какие-то свои утверждения делать в принципе что там у нас есть утверждения ну в общем идея такая теорема сформулирована да о том например порядок давайте я тоже сформулирую ну потому что сейчас удается да и поэтому я должен для него что-то знать пусть у нас какая у нас фк-1 какие там были непрерывные и 2 периодически это уж точно последний из них абсолютно непрерывно соответственно катая тогда существует почти всю на производная ну и мы в скобочах напишем после изменения на множестве меры ну а то мало ли что после изменения на множестве меры 0 имеет конечную вариацию ну и тогда тогда я утверждаю что cnt от f это будет o большое от единицы на n степени каптус 1 ну так же как мы и там утверждали какие тут нюансы единственное то есть все так как-то проходит только надо одну вещь заметить что cnt от f у нас будет равно как это как это было там f от x на есть минус nx на минус n от минус пи до пи на отрезке мы все это делаем да соединиться на n c nt это штрих такая вот формула я ее переписал покороче это аналог свою формула только с интегралом не на бесконечности а на пи до пи так когда это все работает когда точнее когда работает когда можно вот это отбросить да это можно отбросить ну когда например это 0 это 0 экспонента 2пи периодическая функция поэтому в точках минус пи экспонента у нас на и то же если фокарик тоже 2пи периодическая и если мы имели право интегрировать я интегрировать мы император тогда она абсолютно непрерывна от минус пи до пи например ash и 2p периодическая потому что ее значение от минус пи из пи просто спадает тогда мы непрерывно можем продолжить на всю прямую вот если так если она непрерывна 2пи периодическая то и в точке пи, и в точке минусе просто одно и то же стоит. То есть это равняется нулю, если есть 2 пи-периодичность и непрерывность. Точнее, тут у нас абсолютно непрерывность подразумевается. Это так. Ну, то есть это, в общем, все то же самое, но здесь можно сказать, что если вам функция дана какая-то в виде явной формулы, например, если вам дали такую функцию, пи-квадрат такую, то продолжая ее 2 пи-периодически, у вас здесь как бы она остается непрерывной, и ее можно даже вот так вот обобщенно продифференцировать. Ну, в одной точке у нее нет производной, а в остальных вполне себе есть. Вот, и там все будет нормально. Если же функция какая-то такая, да, на, и вы ее 2 пи-периодически продолжаете вот так, сразу ее, ну, там, там уже не сможем применить вот такой трюх, потому что... Ну, она разрывная просто, потому что, да, тут у нас требуется всегда, когда я говорю непрерывная, я имею в виду непрерывная и 2 пи-периодически, когда в этой ситуации я так написал, точнее, плохо написал, но не видно, что это для слова такое, да. Непрерывная и 2 пи-периодическая функция, да, то есть вот это таковое не является, это такой функция для нее... Ну, мы можем, на самом деле, попытаться вот именно для этой функции написать эту формулу, но там как раз эта слагаемая не нужна, просто на просто, потому что значение функции из минуса и значение функции ст и блюда, ну, как бы в пределе, по крайней мере, будут разные. И у нас возникнет как раз слагаемая вида O от единицы на N в явном виде, от которого мы не сможем избавиться уже. Ну, то есть, эта теорема, в принципе, ну, вот, скажем так, написана здесь формула, говорит нам, что доказательство той теоремы, которая была там на бесконечности, да, оно проходит, единственное, что вот эту формулу надо модифицировать, да, и все получится. Ну, и также эта формула показывает, что для всяких вот таких вот разрывных, там сразу видно, где, собственно, возникает проблема, где возникает то большое, это одно N, да, вот. Вот здесь она возникает. Можно обобщить эту формулу, если функция имеет конечное число разрывов, на конечное число ответств мы поделили, на каждом из них мы можем применить вот что-то такое, если она там, как это называется, кусочно, абсолютно непрерывно, да, но имеет разрывы в конечном числе, то мы на каждом ответке вот это применим, но вот эти вот, вот эти вот разности, они не сократятся, да, то есть там будет, если там разрыв какой-то функции, скачок, конечно, этот скачок, по сути, там умножится на экспоненты в этой точке и поделится на вот такую вещь, то есть это будет что-то типа у большого единицы на N, от которого нельзя избавиться. Ну, это, скажем так, это показывает, с другой стороны, может, как-то показывает, что у большого единицы на N для разрывной функции избавиться от него, как правило, нельзя. Ну, это каких-то соответствующих упражнений есть, у нас в конспекте, там более точные формулы, и требуется действительно показать, что если конечный число разрывов, то избавиться нельзя, потому что это я так пока на пальцах объяснил, ну, там надо проверить, что там, а вдруг там все сохранилось, если есть несколько разрывов, то там может быть все посокращалось, и у нас все-таки, о, большой-то единицы на N и честь, на самом деле нет. Ну и пример там, следующая задача, я уже говорил, да, то есть можно привести пример непрерывной 2 пистолета, периодической функции, который вообще разрывов не будет, но все равно у нее будет даже ограниченная вариация будет, да, непрерывная 2 пи-периодическая, с ограниченной вариацией, у нее вот эта вот оценка, ну, там, единица на N, то есть она не будет улучшаемая. То есть разрывы, конечно, сразу дают, там, можно сказать, единицу на N, но даже если разрывов нет, то все равно может так получиться, что сумма даже единица на N, и это бывает, как-то не треверно. Ну, еще есть такая смешная треима, она как-то тут лежит в стороне от этого, но... и она на самом деле дает не очень хорошую оценку, но тем не менее, давайте я ее сформулирую. Если функция, ну, просто непрерывная 2 пи-периодическая и больше ничего не требуется, то ее коэффициент фурия можно оценить как по-большое, там даже, там, 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 даже известно, как пи, не важно, на модуль непрерывности вот пи разделить на N. То есть если функция непрерывная 2 пи-периодическая, то она, на самом деле, равномерно непрерывная, потому что, возьмем, там, 2 периода, например, да, там она равномерно-непрерывная, то что это компакт, а потом уже, ну, значит, она в целом равномерно-непрерывная, потому что любые две точки, которые мы захотим сравнить, их можно, ну, если уж не в один период, но в два периода точно запихать. Вот. То есть для любого такая, он равномерно-непрерывная, то есть модуль непрерывности, то есть это вот то эпизом, который возникнет, если вот это брать в качестве дельта, в определении равномерной непрерывности. И вот такая форма выполняется. ДКС, ну, тоже такой трюк просто какой-то. Ну, посмотрим, что такое ЦНТ. Это интеграл, от минуски до пи, f от x, есть, и минус nx, dx. И давайте возьмем, ну, во-первых, заменим, что тут интеграл, мы берем по периоду от минуски до пи, но можно по любому периоду брать. Это нам будет важно. И давайте заменим в нем, ну, напишем x плюс pi n. Изменим с x. Но период оставим тем же самым, то есть на самом деле это будет другой период в новой переменной. Постепенно, минус nx, точнее n, на x плюс pi на n. Вот так вот, да. То есть здесь мы на самом деле сделали замену, то есть, да, мы, потому что x плюс pi на n, оно лежало от минус pi плюс pi на n до pi плюс pi на n, но нам это неинтересно, нам не хочется, мы опять длинуем это все в такой стандартный период. Так. Что происходит с экспонентой, когда мы x к нему pi на n прибавляем? Ну, n на n потом оно умножается, то есть экспонент, к ней, к аргументу экспонента прибавляется и pi. И так как е в степени и pi равняется минус 1, да, то на самом деле это то же самое, только с другим знаком. То есть равняется f от x плюс pi на n минус просто есть от минус n до x. Вот так вот. То есть мы один и тот же кассенфурие представили в виде двух формул. Причем во второй формуле f у нас двинулось чуть-чуть и знаю, почему это поменялось. И это сейчас мы можем проэкспонтировать. Но мы можем сказать, что также c равняется среднему этих двух формул, да, потому что оно равно и этому, и этому, то оно равно их среднему. То есть от среднему можно вот так. f от x минус f от x по спина n и с технику с пин x до x. Ну вот, ну и тут понятно, что если мы эту комбинацию мы по модулю ограничим модулем непрерывности, как раз до пина n, то, ну что мы потом с этим модулем сделаем? Ну проинтегрируем его на отрезке длиной 2π поделим пополам. То есть это не больше, чем π умножить на модуль непрерывности. Ну то есть такой трюк какой-то здесь происходит, но что-то мы можем доказать. То есть мы можем сказать следующее. Конечно, конечно, когда функция ограниченной вариации, то у нас вот есть вот эта теорема, и она, как правило, довольно-таки оптимальна, но кстати, она оптимальна тогда, когда у этой функции ограниченной вариации есть разрыв, на самом деле. Тогда уж точно. Да, если нет разрыва, то черт поворот знает, может она не оптимальна, да, и это во-первых, да, во-вторых, есть еще случаи, когда функции нет ограниченной вариации, потому что в этой теореме не требуется ограниченной вариации, просто непрерывной функции и все. Хоть какую-нибудь оценку получить на ее порядок убывания концентра фурье можно с помощью ее модуля микрориума. Хотя обычно вот эта теорема, там, где ограниченной вариации хоть как-то есть, то вот эта теорема, конечно, она уже намного лучше чем-то становится. И сейчас посмотрю, что там написано. Сейчас, что еще надо сказать здесь. Еще один вопрос, это задача на задание со звездочкой есть. Все это, конечно, интересно, но остается функция, например, для которой корень из модуль x на отрезки от минус pp, ну и там 2p периодически продолженная. То есть возьмем корень из модуль x, чтобы корень извлекался, там модуль подставим. Такая вот функция, можно так сказать, и дальше она продолжается периодически. Что там надо? Надо в этой задаче узнать ее порядок убывания коэффициентов фурии. Я не буду решать эту задачу, но я скажу, чем плохо, например, вот эта теорема, например, она совершенно не оптимальна, но она нам даст модуль непрерывности у корня, это корень тоже, да, на самом деле, как мы знаем, если вы помните, что-то такое решалось в первом семестре. И она будет давать порядок о большой от единицы на корень из n. Ну, это не тривиально, но это даже хуже, чем вот это. С другой стороны, эта функция, она сначала убывает, потом возрастает, поэтому у нее ограниченная вариация, поэтому вот эта теорема даст уже о большой от единицы на n, то есть уже лучше. Да, то есть здесь единица на корень из n, это явно неверно, да, здесь эта теорема дает единицы на n, а на самом деле там еще лучше, да, и вот с задачей надо разобраться, какой там порядок убывания на самом деле. так, еще время есть. Сейчас отталкиваю. Не то чтобы перерыв, но в принципе, пару минут я буду стирать, но можно расслабиться немного. Так, на другую тему там начнем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот и периодическая допустим если если надо так дальше те же самые вот эти экспоненты и мы как бы по базе это расклада да то есть мы пишем цента это играл здесь я уже там нам надо поаккуратнее здесь работать когда мы хотим написать формулу там ряда фурье да там даже с коэффициентами здесь по 2 единицам 20 напишу уже все таки как положено то есть коэффициент фурье это же важно с точностью до какой константы поэтому константа будет такая но эта формула в принципе можно сказать навеяно выражением от линейной алгебры что это f на вот эту экспоненту на nx скалярное произведение разделить на скалярный квадрат такая должна быть формула коэффициента при ортогональном предложении ну и мы хотим понять верно ли что f равняется сумме цента есть и нx но сумма так будет стоять минус бесконечности до плюс бесконечности здесь я на нас все твои числа пробегает в каком порядке суммировать но в l2 как мы выясним это неважно хотя дальше мы будем часто при анализе по точечной исходимости да то есть мы будем вот так расценивать это выражение это предел симметричных сумм будет у нас потом но не сейчас сейчас для работы в l2 это не важно то можно любом порядке суммировать и все равно мы мы сейчас выясним что в смысле 2 действительно это будет верно ну давайте изучим общие свойства вот такого вот таких рядов фурье тем более что на самом деле мы такие даже более общие ряды фурье будем рассматривать l2 ну на каком-то отрезке так какой отрезок не важно но ноги пусть такой это не важно а вместо функций я и nx которые нумеруются целыми числами давайте для удобства нашего перенумеруем и назовем их фикатая где-то натуральное число да мы все еще предполагаем что фикатая на си эльтой равняется 0 3к не равном а нормировку мы не будем даже предполагать нормировка там у нас выглядит формулах то есть фикатой умножить на фикатая скалярно ну какая-то какое-то число будет просто положительно вот и для начала мы сделаем некоторые утверждения которые имеют место вообще до любой ортогональной то есть это называется ортогональна орту что я пишу там орту ортогональная система сначала мы поговорим о вообще любой ортогональной системе функций в каком-нибудь пространстве l2 на отрезке или вообще где угодно на самом деле там неважно потом даже мы будем говорить что в любом гильбертом пространстве то есть это пример гильбертово пространство но пока что так мы пока что про функции будем говорить какие откуда берутся коэффициенты фурии какие для у них есть свойства сейчас мы это изучим в такой самой общей постановки не конкретно это гонометрической системе то есть вот это вот будет вас называться тригонометрической системы вот и какая-то система ортогональных функций например что можно сказать в самом общем случае оказывается уже что-то можно сказать значит лемма хотя читам не может теорема назвать я думаю смело даже теорема оптимальность коэффициентов фурии оптимальность коэффициентов фурии имеет место вот каком смысле что минимум по всевозможным набором а первое окатая или там а нт конечные наборы а 1 а н минимум чего мы берем мы берем разность нашей функции какой-то суммы окатая фикатая где к от единицы до н в l2 норме берем это просто на самом деле он достигается и он достигается именно для коэффициентов фурии но где цикатая как обычно это у нас эфикатая на фикатая фикатая все та же формула но общая формула ну в общем такая вот теорема в общем то если уж на то пошло можно увидеть что тут речь идет о конечных каких-то комбинациях фикатах то число n фиксировано любого и давайте напишем чтобы чтобы понять любого просто это верно она фиксирована мы нашу функцию приближаем какой-то конечной линейной комбинации и выясняем когда же приближение лучше всего забыл написать . здесь с точки зрения l2 нормы но тогда когда ты вот эти коэффициенты то есть коэффициенты фурии это утверждение такой в конечномерном пространстве потому что наша функция вот эти несколько функций они порождают какое-то конечномерное пространство со скалярным произведением и в общем то можно было бы сказать что это следует из того что вы изучали на линейной алгебре изучали такой на линейной алгебре как там раскладывать по ортогональному базису ну наверное изучали но тем не менее ничего сложного нет в том чтобы воспроизвести доказательства просто вот это выражение напишем по определению что это такое и и заодно мы там получим некоторые полезные формулы то есть я имею ввиду что сослаться на линейную алгебру хорошо но у нас сейчас мы получим кроме линейной алгебры еще что-то так перемножаем одно на другое скалярно не забываем что вот эти фикаты фельд и ортогональность только не равно это сильно сократит количество слагаемых здесь ну и f на это надо умножить это понятно это будет квадрат модуля f что там f надо умножить еще на вот это знак минус вылезает сумма от единицы до n f что на покатая ф на фикаты хорошо оборот вот это вот это точнее я наврал тут скалярное произведение такое армитва поэтому тут спряженная написать а вот здесь нет нет спряженного к то на фикаты на f и еще перемножаем вот это на вот это это две суммы на сумму но там на самом деле они все ортогональны поэтому там остается сумма только по одной переменной то есть опять-таки от единицы до n что там у нас квадрат модуля окатова на фикаты а фикаты то есть квадрат модуля так применяем теперь определение коэффициента фуре коэффициент фуре это вот такая вещь через них можно эту сумму так выписать так минус что-то у нас даже если сумма под один знак суммы занесу да сейчас это это коэффициент фуре и умножен на вот это вот хозяйство то есть окатый сопряженный циката без сопряжения и квадрат модуля сикатова так во втором случае ну примерно то же самое то есть коэффициент фуре будет сопряжен не тоже на квадрат модуля сикатова а тут ну тут уже здесь вот такая вот формула ну тут еще похимичить надо немножко надо вот что сказать что на самом деле это если мы сюда так только знак минус я забыл поставить если мы теперь что сделаем если мы сюда прибавим и отнимем какую-то вот такую же сумму только с коэффициентами фуре цикатая в квадрате то мы можем это переписать следующим образом это будет ну вот исходное слабое мы вычтем цикатая в квадрате на квадраты модуля этих цикатах а сюда значит прибавим да на подсума это будет с минусом и это будет добавить еще слагаемое как вот минус акатая в квадрате еще минус цикатая в квадрате будет слагаемое и от перед суммой стоит минус на самом деле то есть плюсом от все будет и это можно будет свернуть как модуль цикатая минус акатая в квадрате на вот опять это хозяйство вот такая будет форма ну квадрат модуля цикат и минус акатая это что цикат и минус акатая умножить на цикат и сопряженная минус акатая с напряженные да и когда мы раскрываем скобки мы получаем такое 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 и еще на какой-то такой слагами по insights поэтому действительно это все вот так представляешь ну и все улетают формула все очевидно из этой формулы видно что то есть тут это просто констант это это функция это коэффициент фаи зависящий только от функции а это вот эти окаты только здесь фигурирует и чтобы это был минимально возможным надо всякая окат и положить равном с акатом на то есть очевидно то есть очевидно что это больше равно так это напишем такая формула из такой формула пока не ясно что это хорошо что это где-то достигать на самом деле достигает когда цикаты равно окатом то здесь будет равенство и возвращаясь прокручивая то самое начало таскать мы увидим что а вот так это будет тогда вот равно вот этому кто-то когда кота равно так а то есть сейчас я еще напишу полезное здесь формула которая нам сразу же решит многие проблемы то есть вот это равно вот это на самом деле да то есть это наилучшее приближение ну хорошо то есть мы доказали эту теорему и сразу же доказать это там еще одна теорема на самом-то деле я не стал я сразу сформулировать но она доказалась неравенство без целя которые заключаются в том что вот это вот выражение больше равно же значит скажем так там в условиях предыдущей ли мы хоть какие там условия условия в условиях не предыдущей ли мы в условиях того что ты санечки на ортогональной системы то есть любой функции 2 минус кипи там любой ортогональной системы и к ты там же не влезает сюда минус кипи в общем то просто выполнять неравенство вот эта вещь так как она выразила здесь как чей-то квадрат то она больше нуля то есть можно так сформулировать перенести в другую сторону и так сказать а зачем здесь писать конечное на бесконечное какая разница это предлюбовая верно поэтому можно написать для бесконечности на такой вот не разница без цели получается сразу но то есть доказательство следует отсюда для вообще любой ортогональной системы в пространстве каком-нибудь там l2 у нас всегда верно что коэффициенты фурии дают оптимальное приближение а если мы такую бесконечную сумму рассмотрим эти коэффициенты фурии мы там квадрата возведем и домножим на квадраты соответствующих ой не то написал хикарты а не то хикартов каких-то вот этих ортогональных функций то это будет конечная сумма не превосходящая квадрат модуля функции это иногда бывает интересно ну там и там потом поразводим но в принципе это уже сейчас можно сказать что в качестве упражнения можем доказать по моему потом его будем обсуждать позже но пока это можно сказать это упражнение да что что в условиях этих лем вот это вот сумма сходится в 2 но не обязательно не обязательно с не нравится бесили уже следует что вот такая сумма в смысле сходимости в l2 сходится просто там можно доказать что это по критерию каши сходится это вы можете проделать самостоятельно пока что потом мы потом затронем этот вопрос как когда там какие-то общие гильбертово пространство будем говорить про задолжение у них но в принципе это уже можно сказать что используя полноту пространство l2 вы можете доказать что это куда-то сходится воль 2 какой-то функция равна эта функция функции функции f ну в общем то может быть и не равна как как и в конечномерном случае да если вы например в каком-то эвклидовом пространстве до скалярным произведением взяли несколько ортогональных векторов но недостаточно допустим вы взяли там не их количество неравной размерности до меньше вы можете попытаться разложить по ним наш вектор до выписать эти коэффициенты которые у нас теперь называются коэффициенты фурье сложить все это и посмотреть получится но может быть и не получится если вы не базис а только часть базиса бесконечном мерном случае все не так просто там гораздо труднее отличить базис от части базиса потому что и там и там может быть бесконечное количество ортогональных как бы векторов до ортогональных функций данном случае их и там и там может быть бесконечное количество какой из них базис какой не базис это вообще большой вопрос. И вот тут мы сейчас приближаемся к каким-то положительным утверждениям про именно протагонометрическую систему. Если у нас L2 от минус PP, система тригонометрическая, то есть вот конкретно такая, а не какая-то абстрактная, то на самом деле ну, L2 это баллес. Сейчас мы докажем это. А... Как мы это докажем? Ну, там может сервировать теорему, в которой будет много пунктов. L2 от минус PP. Что там у нас? Любой функции. L2 минус PP. Если коэффициенты Фурии, то коэффициенты по тригонометрической системе. Ну, на 2π. Да, точно. Для таких коэффициентов Фурии, что тогда известно? Известно... Сейчас я, чтобы не забыть, что-нибудь я посмотрю, как она у меня сформулирует. Что там известно? Да. Ну, известно, что на самом деле сумма С, Н, Т на е степени и н, все конкретные функции пишу, да, там от минус бесконечности до плюс бесконечности равна F в смысле L2, я напишу. Как это понимать? Ну, это сумма, это предел конечных сумм. Эти конечные суммы стремятся к F именно в смысле L2, в смысле среднеквадратичной. То есть я поэтому снизу букву L2 напишу все-таки здесь. И на самом деле неравенство бесили превращается в равенство. И есть равенство парсиваля. Оно называется равенство парсиваля в такой ситуации. Тогда оно равенство, а не неравенство. Равняется, там, 2π на сумму СНТ в квадрате. Вот эти вот квадраты это 2π для тригонометической системы. И можно вот так это записать. Есть еще вещественный вариант, когда функция раскладывается не по экспонентам, а по константе, косинусам и синусам, что примерно одно и то же, потому что одно через другое выражается туда и обратно. Там есть свой тип, который я напишу на всякий случай, хотя не буду пока написать. Ладно, пусть его на семинарах. На семинарах мы выпишем вещественный вариант ряда фурии, а здесь пока вообще и не будет даже. Там это все не сложно абсолютно, но там надо занимать некоторое время и место. Ну вот, то есть я утверждаю, что на самом деле в тригонометической системе все совсем хорошо. и ряд фурии сходится, ну, по крайней мере, в таком странном смысле, среднеквадратичном, к функции f. Мы еще обсудим, что это может значить. И равенство парсивали, такое вот есть. Для квадратов коэффициентов фурии выполняется такая формула. И, кстати, она уже позволяет какие-то всякие интересные суммы считать. То есть я когда-то обещал, что мы посчитаем сумму единицы на n-квадрат, да, и она вот с помощью такой формулы посчитается. Без особого труда. Ну вот. Как это доказать? Давайте вспомним, так сказать, основные понятия. Вот зацепимся, так сказать, вот за эту формулу, да, что вообще, говоря, лучшее приближение это приближение с коэффициентами фурии. А какие есть приближения, которые, может быть, не лучшие? Какие мы знаем приближения? А вот такие мы знаем приближения. Да, мы знаем, что если функция в l2 может быть, например, epsilon приближена к какой-нибудь функции, ну, например, там, давайте адресу это. Ну, какая-то функция в l2 начинает быть непонятная. Мы доказывали, что функция в l2, ну, в l1, а потом мы и в l2 доказывали, тоже в lp, может быть, приближена какими? Сначала мы ступенчанными там приближали, да, потом мы приближали даже бесконечно гладкими, и можно даже сказать, там, какой-нибудь компактный носитель, то есть, можно было носитель, например, сделать лежащим. То есть, бесконечно гладкая, с компактным носителем вот в этом отрезке от минус p до p. Точнее, в интервале даже от минус p до p. Сейчас я напишу, может быть, epsilon приближена, ну, конечно, в смысле l2 нормы, какой-то функции бесконечно гладкой функции phi, такой, что ее носитель содержится даже не в отрезке, а в интервале от минус p до p. Ну, если применить теорему, там, а приближение к интервалу от минус p до p в конечной точке. Не рассматривая. С точки зрения l2 нормы это без разницы, а с точки зрения приближения это очень полезно, что носитель будет от минус p до p. Хорошо, ну, такую функцию можно продолжить периодически. И, в принципе, нам от нее потребуется только то, что она непрерывная. Бесконечно гладко здесь это уже, как бы, чрезмерно. Если это непрерывная 2π-периодическая функция, то по теореме Вейш-страсса, которая, ну, можно сказать, что она следует из общей теоремы Стоуна-Вейш-страсса, можно ее отдельно доказать, мы доказывали и так, и так. Это было во втором семестре, я напомню. по теореме Вейш-страсса, функция φ приближается тригонометрическим многочленам. Ну, в данном случае тригонометрический многочлен у нас будет в комплексном смысле, это будет просто вот какая-то линейная комбинация этих экспонентов. То есть в теореме Вейш-страсса существует тригонометрический многочлен какой-нибудь t от x, назовем его сумма, конечная сумма от n, равного какому-нибудь минус n большое до n большое, а n так и есть и от x, такой, что даже в c норме, да, то есть φ минус этот t с c норме меньше опцион. То есть приближено там в теореме Вейш-страсса было равномерное приближение. Там никаких интегралов нет. Так, ну и хорошо, что сейчас мы будем выводить. Что же из этого последует? То есть мы это будем использовать, но я сотру все-таки эти теоремы. Особенно вот это мы будем использовать больше всего. Субтитры создавал DimaTorzok так а 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 Продолжение следует... 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 может быть, сколько угодно малым. То есть, теоретический предел мы доказали. Но если повнимательнее посмотреть на эти рассуждения, то заметим, что теорема об оптимальности вот о чем говорит. В частности, что если мы n увеличиваем на единичку вот в этой формуле, то есть мы добавляем еще два возможных слагаемых, то вот эту формулу можно интерпретировать как приближение с использованием еще двух слагаемых, но они нулевые. То есть, там как бы нулевые коэффициенты стоят. Теперь, если мы эти нулевые коэффициенты заменяем на коэффициенты Фурье, то это только улучшается приближение. То есть, на самом деле, всегда верна вот такая формула, например. Минус n, минус 1, 2n, плюс 1. То есть, если мы больше возьмем этих коэффициентов, то будет только лучше. Почему? Потому что вот это приближение можно рассматривать как частный случай приближения регионометическим многочленам такого вида, но где вот эти коэффициенты, два из них нули. И теорема об оптимальности говорит, что выполняется такое неравенство. То есть, на самом деле, приближение именно отрезками ряда Фурье, они становятся только лучше. Если какой-то из них оказался хороший, то есть, меньше, чем вот столько, то все остальные тоже. Ну, по сути, по определению, то есть, по определению просто получается, да, что вот это вот циент, она есть степень nx. f2 норма стремится к ноль, при циенте стремится к бесконечности. Ну, это означает, по сути, опять-таки, по определению, что f в l2 смысле это вот такая вот сумма, да. Ну, конечно, тут надо внимательно следить за определениями, за вот этими, да. То есть, у нас, например, написав такое выражение, да, там, f от x, я даже могу написать здесь, да. Я не писал f от x, сейчас объясню, почему, да. Потому что, если мы напишем f от x равно этой сумме, то, на самом деле, мы не доказали эту формулу ни для какого x, пока что. То есть, тот факт, что правая часть, в смысле нормы l2, сходится к левой части, вообще не означает, что там хотя бы в одной точке есть сходимость. Ну, у нас там задания будут, задачи потом, ну, и мы их обсудим, может, и на лекции частично тоже. Что сходимость в среднем, например, она, из нее не следует поточнее, сходимость не в одной точке. В среднеквадатичном, ну, в общем, то же самое. Сходимость не в одной точке может не быть. То есть, пока что мы не доказали, что функция разложена в ряд fu и e, в таком вот, как бы, ну, прямолинейном смысле, да, что f от x действительно равно этой сумме, хотя бы для какого-то x. А мы это пока не доказали. Но мы доказали, что в смысле l2 эта формула как бы выполняется. Равенство просевали. Ну, тоже, если вспомним, что там было написано. Значит, если эти квадраты, ну, это какой-нибудь квадрат, да, то есть, квадрат, он стремится к нулю, а с другой стороны он был равен, когда мы там выписывали формулу, у нас получилось пока формулу. Да, то есть, если это стремится к нулю, ну, тогда это стремится к нулю. А это стремится к нулю, что это означает? Ну, это означает, что квадрат нормы f равен бесконечной уже сумме t в квадрате на 2π, да, то есть, ну, это просто такой вот какой-то вполне конкретное утверждение возникает. Я даже вот так напишу. Что-то у нас интеграция минус p до p. Это, кстати говоря, там еще вот так стоит, да. Ну, ладно. f на e в степени минус nx dx. То есть, абсолютно конкретное утверждение это равенство парсивали. Да, то есть, мы можете брать какую-то конкретную функцию f, но v2, ну, в общем-то, вряд ли вам удастся написать функцию, которая не v2. А если вы вдруг напишите, то это просто будет бесконечно. Это будет неинтересно, да. Любую функцию можете подставить в эту формулу, да, посчитать все эти интегралы, и у вас получится какое-то нетривиальное выражение. Оно действительно иногда бывает весьма нетривиально. Да какой там функции. Ну, давайте я напишу, я не хотел, но я напишу все-таки вещественную форму ряда Фурия. Она вот так выглядит. Там коэффициенты буквами а и b обозначаются, и сейчас их изображу. Нулевой коэффициент вот такой есть. Есть коэффициенты при косинусе. Они вот так выглядят. Есть при синусе. Это, на самом деле, все ровно то же самое, потому что всякий тригонометический многообщин, ну, его действительно можно через тригонометические функции выцепить, и наоборот, тригонометические функции можно через экспоненты выразить всегда. То есть, поэтому туда и обратно тут все работает. при синусе, ну, и, собственно, ряд Фурия тогда будет, то есть, F будет соответствовать. несоходимость есть? Нет, я пока не знаю, поэтому я пишу вот так вот. Ну, то есть, вот такой вот. В таком виде мы будем пытаться представить функцию, как бы рядом Фурия. Если у нас еще нет только о действительных числах, то можно писать вот так. И, соответственно, равенство парсиваля, которое уже верно для любой функции вольт-2, оно, опять-таки, означает совершенно прямолинейно, что квадрат модуль, если мы будем интегрировать, то это равняется, что там это равняется-то? Сейчас я вспомню. 2П на А0 плюс П на сумму АНТФ квадрат плюс БНТФ квадрат. Ну, в действительных числах вот так оно выглядит. Так, в квадрате, если тоже. Вот такое трансфер парсиваля будет в действительном варианте. Действительно, вариант проще, бывает действительно полезнее, потому что косинус четная, функция синус нечетная. И если функция F, например, четная, то у нее только с косинусами будут коэффициенты, а с синусами там обнуляются они все. И наоборот, если функция нечетная, то у нее будет коэффициенты только с синусами, а вот эти два варианта А0 и АН будут обнуляться. Поэтому там проще считать просто в вещественном виде, действительно. там еще надо сказать про это есть во сколько вы собираетесь отойти отсюда закончить какой нас план но я я дать им уж не дотяну но я хочу какое-то время еще поговорить это что я мало сказать ну начнем мы начнем тему я даже то более узко напишу ядро дирехле ядро дирехле это основной инструмент с помощью которого там свертка с ядром дирехле точнее ядро дирехле и свертка с ним это тот инструмент с помощью которого изучается сходимость рядов и фурье в точке то есть поточечная сходимость иногда даже нам удастся там равномерную сходимость доказать если мы соответственно там все оценки сделаем равномерный такой часто будет происходить поточечная или равномерная сходимость ряда фурье к итоговой функции ну то есть чтобы вот здесь в этой например формуле можно было написать знак равно вот или он в той что примерно то же самое это будет означать что ну то есть то есть это будет означать что просто f от x действительно равно какой-то там бесконечной сумме в какой-то точке x или даже там это равномерно на каком-то отрезочке будет сходиться к f от x так сказать да все это будет намного конечно лучше чем те абстрактные движения которые мы сейчас сделали конечно хорошо что с точки зрения пространства l2 там сразу есть отходимости там вообще думать не о чем вот но покой есть тот тонкий момент что сходимости в 2 вообще не означает сходимость в общем случае не означает сходимость ни в одной точке хотя в данном конкретном случае есть такая так сложная теорема которую там долго не могли заказать потом доказали даже не знаю как честно говоря о том что эти функции в l2 то это равенство почти всюду все-таки выполняется такая теорема есть как бы да это это верно но доказать это мы не сможем так просто мы наложим больше ограничений на функцию f и докажем какие-то более простые утверждения о том что действительно в ряде фуре имеет место равенство f от x действительно равно вот этой вот потому что написано справа до этого на вот что нужно сделать мы в комплексном виде будем записывать и будем смотреть что же такое сумма ну я как уже сказал мы будем рассматривать такие симметричные суммы от минус n до n можно даже сказать что их предел в пределе это можно называть главное значение суммы от минус бесконечности до плюс бесконечности у нас потом будет интеграл смысле главного значения а тут такая сумма в смысле главного значения имеется ввиду что в этой сумме мы будем ее симметрично суммировать и переходить к пределу симметрично. По-другому там, может быть, не просуммируется. Мы такие примеры увидим. Вот. То есть суммы всегда будут такие. И давайте посмотрим, что же это такое. Что же такое вот это вот. Просто по определению. Как вот я здесь уже пытался написать. Сейчас я прям напишу определение коэффициента Фурье. Что такое коэффициент Фурье? Это интеграл просто. Точнее, давайте Т. Если напишу Т, ФАТ, если минус НТ, ДТ, и еще умножить на ее степень НХ равно точнее, не Т. Ладно. Важно правильно выбрать луковки. Пусть это будет КСИ. Т потом будет другая переменная. Хорошо. Для начала давайте. Ну, эту экспоненту мы можем под интеграл занести. Это не проблема. Потом вспомним, что интеграл суммы. Если сумма интегралов, ну, если конечная сумма, то это любой интеграл. Можно поменять местами с суммой. И напишем, что так, 2П. 2П пусть останется. Интеграл. Тут ФАТ стоит. Это без вопросов. И сумма минус Н большое, да, Н большое каких-то экспонент. Сейчас я разберусь, каких. Разделить на 2П. 2КС. Вот так вот. Значит, здесь функции все 2П периодически мы предполагаем, как я уже сказал. И экспоненты, и сама функция. Поэтому интеграл можно сдвинуть. Для чего я хочу сдвинуть? Я хочу, чтобы X минус КСИ стал новой переменной. То есть произвести сдвиг. Интеграл можно оставить по периоду. Тогда это будет X плюс T. Такая вот сумма. Есть степень ИНТ на 2П. И ДТ. Вот так можно это изобразить. Ну, плюс T и минус T здесь не так важно. Я сказал, что это будет свертка. Чтобы это выглядело как свертка, там надо минус T писать. Но здесь четная функция от T. Поэтому плюс T и минус T здесь не важно. Так, так что это за функция? Вот эта функция, это и есть по определению ядро Дерехле номер Н. ДН от T. Ядро Дерехле. То есть мы просто представили частичную сумму ряда Фурье. Такую от минус Н большого до Н большого. Как, точнее, тут тоже Н большой, к сожалению. Как свертку нашей функции по периоду, так сказать, да, с ядром Дерехле. Ну, это ядро Дерехле еще надо бы как-нибудь выразить получше. Давайте эту формулу для ядра Дерехле сейчас получше выпишем. Е в степени минус НТ. Там много таких слагаемых. Едничка посередине где-то стоит там. Потом есть степень ИН минус 1Т. То есть Е в степени ИНТ. Ну и на два писа. Чем-то поделили еще. Что это такое наверху написано? Как это суммируется? То есть это просто геометрическая прогрессия. На самом деле кто-то там произнес эту фразу. Ее сумма. Сейчас я напишу сразу, чем она равна. Ну, два ПИ тут это будет болтаться все время. Е в степени ИТ пополам минус Е степень и минус ИТ пополам. Так. Так вот я что-то написал наверху. Вот так вот. Геометрическая прогрессия. Ну, это один из вариантов, такой симметричный вариант формулы для геометрической прогрессии. В данной ситуации он так выглядит. И так вот нам пока не надо. И финально что-то получится. Это какие-то... Это синус просто на самом деле. Это синус на синус. То есть это синус Н плюс 1 вторая Т. А это 2П на синус Т попало. Ну, в случае это константы. Константы наверху и внизу одинаковые для синуса. Поэтому я константы сократил. Ну, такая вот явная формула есть у этого ядра Дерехле синус Н большая плюс 1 вторая Т разделить на 2П синус Т попало. Ну, в этой формуле возникает ощущение, что мы что-то делить должны. На самом деле нет. Потому что, ну, когда этот синус 0, то и этот синус 0. Поэтому там все хорошо. Это на самом деле непрерывная функция. Вот. И даже аналитическая. То есть вот такая вот явная формула для ядра Дерехле. Формула со сверткой. Соответственно, да. То есть мы даже будем так говорить, что НТ частичная сумма ряда Фурия. То есть это что по определению это равно сумма от минус Н до Н ЦНТ и Е степени НХ. Ну, ЦНТ для этой функции имеется в виду. И она оказывается равна интеграл от минус П до П Ф от Х плюс Т на ядро Дерехле номер Н от Т ДТ. То есть это свертка с ядрем Дерехле. Из этой формулы непонятно, но из исходной формулы для ядра Дерехле понятно, что его интеграл то есть такое свойство от минус П до П равен единице. Ну, потому что при интегрировании этого выражения все дает-дает 0, кроме от этой вот единицы. А единица дает 2П. 2П на 2П будет как раз 1. А, из этой формулы вы вряд ли догадаетесь, что интеграл этого выражения равен единице от минус П до П. Это одно такое свойство. И, ну, дальше я уже не буду сегодня уже некуда писать, да, там, и некогда. Мы докажем. Там есть еще другое свойство, что если мы ядро Дерехле интегрируем по разным отрезкам, не обязательно от минус П до П, но по каким-то там, в пределах от минус П до П, например, по любым отрезкам интегрируем, там всегда получаются интегралы, которые ограничены одной глобальной констанции, да, то есть, как бы, не зависящие ни от n, ни от того отрезка, по которому мы интегрируем. Но это, ладно, это мы сегодня не успеем. Это еще не все свойства. То есть, одно свойство, ради ХЛИ, вот такое, да, там есть еще и другие полезные свойства, которые мы будем потом изучать, и потом мы будем изучать, собственно, вот прям вот по этой формуле, насколько эта свертка отличается от f, от x. Смотреть. И в некоторых ситуациях нам будет легко, в некоторых, может, не так легко, но можно будет доказать, что действительно не сильно отличается. С помощью этого доказываются всякие результаты сходимости в точке или равномерной сходимости. Так, ну ладно, сегодня закончим. Дальше.